В 1687 году Некоего человека перевели в тюрьму на этом острове на южном побережье Франции. Человека, который провел предыдущие четыре десятилетия за решеткой в железной маске. Без сомнения, он самый знаменитый заключенный во французской истории. Но кто он? Хотя Дюма описал в одном из своих романов «Человека в железной маске» как вымышленное лицо, я считаю, что это реальная историческая фигура. И что человек в железной маске существовал на самом деле. Его держали в камере, куда можно было попасть только через многочисленные запертые двери, чтобы никто не узнал то, что он мог сказать. Потому что Людовик 14-й не мог допустить такой скандал. Личность человека в железной маске остается одной из больших загадок истории. Никто не знает наверняка, кто он и почему оказался в таком положении. И что может помочь в его опознании. Почему его так охраняли и почему держали в маске? Наверняка потому, что его сразу бы опознали. С какой целью скрывали его личность ото всех? Наиболее логично предположить, что его лицо скрывали, потому что он был похож на короля. Возможно, даже это был его брат-близнец. Запретная история. Человек в железной маске. Франция. Париж. 19 ноября 1703 года в могилу на кладбище Сен-Поль в Бастилии опустили тело человека, проведшего последние 4 десятилетия жизни за решеткой. Без сомнений, он был самым знаменитым заключенным во французской истории. Но кто он? Какое преступление совершил? И почему его держали в заперти, закрыв лицо железной маской? Возможно, этот человек был широко известен или на кого-то похож, или знал какую-то тайну, которую никто больше не должен узнать. В любом случае, трудно представить, что кто-нибудь мог выжить в течение 32 лет, находясь постоянно в маске, которое закрывало голову всего лишь с отверстием для рта. Все, что мы можем сказать наверняка о предполагаемом человеке в железной маске, так это то, что этого парня держали в разных тюрьмах по всей Франции, и что он всегда находился в одиночной камере, однако обращались с ним хорошо. Что любопытно, ведь нет ни одного свидетельства, что кто-то видел его лицо. Поэтому мы и не знаем наверняка, кто это был. Когда в 1789 году, во время Великой Французской революции пала Бастилия, обнаружились любопытные свидетельства. Среди прочих загадочных вещей нашли скелет в железной маске. Источник, сделавший этого узника всемирно знаменитым, повесть Александра Дюма «Человек в железной маске», написанная за этим столом. И хотя история выдумана, в ней содержались важные исторические данные, а сам автор немало времени посвятил изучению событий того периода. Итак, согласно Дюма, узник никто иной, как брат-близнец Людовика XIV и старше его на несколько минут, что делало его законным претендентом на трон. И тогда король бросает своего брата в тюрьму, прячет его лицо под железной маской, чтобы никто не заметил сходства. По теории Александра Дюма, это брат-близнец короля Франции Людовика XIV. Само собой, двух королей быть не может, так что лучше надеть на одного железную маску и спрятать. Он был близнецом короля Людовика XIV, а поскольку король стремился занять трон, то понял, что брат может помешать ему, и тогда он решил избавиться от него, упрятав в тюрьму. Однако все-таки он брат короля, поэтому с человеком в железной маске обращались очень хорошо. Очевидно, что без маски этого человека сразу бы узнали, а единственный человек, которого в те времена сразу бы опознали, это король. Александр Дюма известен тем, что он блестяще смешивал факты с выдумкой. И мы можем сделать вывод, что человек в железной маске действительно был братом-близнецом Людовика XIV. Париж. Дом Александра Дюма. Другая теория о личности человека в железной маске гласит, что это не брат-близнец Людовика XIV, а его биологический отец. Считали, что Людовик XIII слишком стар, чтобы обзавестись наследником, а он был нужен позарез, иначе его коварный брат мог зайти на трон, и тогда ближайший сподвижник короля и мастер шпионажа кардинал Ришелье подговорил одного из мушкетеров переспать с королевой, чтобы она родила наследника, как это и вышло. Однако, говорят, что много лет спустя, когда мушкетер оказался на мели, он пригрозил королю и Ришелье предать дело о глазке, если ему не заплатят. И тогда король бросил наглеца в тюрьму, запечатав его лицо маской, и так родилась легенда о человеке в железной маске. Предполагают, что старый король Людовик XIII был бесплоден, а когда родился мальчик, будущий король Людовик XIV, говорили, что юный принц крепкий и энергичный и совсем не похож на своего больного отца Хилика. И согласно одной из теорий, некие высокопоставленные лица при французском дворе пошли на махинацию. Королева забеременела от одного здорового, полного сил гвардейца, который как раз и служил вышеупомянутым лицам. Впоследствии его упрятали в тюрьму, чтобы никто не узнал об этом случае. Видимо, биологический отец Людовика XIV поднял шум, может, требовал денег или титул, неважно. Главное, он вышел из-под контроля, и это нужно было как-то уладить. Разумеется, была другая возможность в те дни, как думают многие. Ришелье попросту мог приказать пристрелить его, чтобы тот не выдвигал свои требования, но, видимо, не все было так очевидно. Если говорить о причинах, почему эта история поражает воображение людей уже две сотни лет, то, во-первых, тайна так и не раскрыта, а, во-вторых, остается героическая личность, как-то связанная с королем, потому что с ним обращались весьма учтиво, как нам известно. Почему его не убили? Почему он прожил остаток жизни в одиночном заключении? В этом есть романтика и таинственность. Кроме того, в течение многих десятилетий эта история так часто обыгрывалась в кино, что стала популярной и широко известной. Думаю, интерес к ней пропадет нескоро. Франция, Париж Я спешу навстречу с одним из наиболее уважаемых историков Франции Жан-Кристофом Птифис. Он эксперт по творчеству Александра Дюма и считает, что сюжет «Человека в железной маске» основан на истории реального человека, который провел большую часть жизни в тюрьме. И у него есть даже теория о том, кем был этот человек на самом деле. Человек в железной маске был реальной исторической фигурой? Да, человек в железной маске существовал на самом деле. С одной стороны, есть легенда, появившаяся в 17 веке. С другой стороны, был настоящий узник, француз во времена правления Людовика XIV, носивший железную или даже стальную маску. И этот человек существовал на самом деле. Так что личность этого человека остается важной загадкой французской истории. А кто он, по-вашему? В романе Дюма «Виконт де Брожелон» говорится, что это брат-близнец Людовика XIV, что оказалось большой проблемой для трона. Кто взойдет на трон, если у короля два сына-близнеца? Такая проблема никогда не возникала в истории Франции. А теперь, судя по Дюма, она появилась. И что делать с тем, кто не будет править? Нужно было как-то избавиться от второго брата. Вот его и посадили в тюрьму, надев маску, чтобы никто его не узнал. Почти не осталось документальных доказательств, позволяющих раскрыть эту тайну, видимо, потому что люди, стоящие за этой историей, постарались уничтожить все следы узника и его заключения. Но Жан Кристоф в своей книге на эту тему опубликовал оригинал письма, в котором говорится о человеке в железной маске. По всей видимости, история Дюма основывалась на реальном факте. А что это за документ? Это очень важный документ. Во-первых, в нем упоминается имя человека в железной маске. То есть, это доказательство того, что человек в железной маске существовал. Да, верно. И что тут сказано? Тут сказано, что в тюрьме острова Сент-Маргерит находится узник в стальной или железной маске на его лице. Да, лице. Ясно. А еще есть детали перевода заключенного из одной тюрьмы в другую? Да, заключенного перевели из его места ссылки в тюрьму острова Сент-Маргерит Блискан. Итак, это явное доказательство того, что он существовал на самом деле. Да, это доказательство его существования. История человека в железной маске в первую очередь интригует тем, что в те времена политические заключенные попросту исчезали совершенно бесследно. День за днем, ночь за ночью узник вел однообразную жизнь. Лангер, 300 километров южнее Парижа. Я приехал в город Лангер в трех часах езды южнее Парижа. Утверждают, что в этом музее хранится маска, которую носил узник. Это любопытно. Пойдемте, глянем. Невероятно, но маску нашли на городском рынке в конце 19 века. Она переходила из рук в руки, пока не оказалась в этом музее. Маска на публике не выставляется, поэтому куратор музея Оливье Камон любезно согласился достать ее из запасников и показать мне. Очень важно надеть перчатки, так что... Вот она. Маска. Маска. Спасибо. Я могу подержать? Да, пожалуйста. Вероятно, это настоящая маска. То есть та самая... Да, маска железного человека. И вы в этом уверены? Не знаю, трудно сказать, что это та самая маска. Ее нашли в лавке старьевщика в городе Лангер в 1895 году. Одна женщина купила ее для антиквара, а затем антиквар передал маску музею. Ясно. Как вы думаете, эти дырки были креплениями? Да, да, наверняка. Они здесь, здесь, тут и возле рта. Говорят, была какая-то надпись на маске, когда ее нашли? Да. Нам известно, что в 19 веке внутри маски была небольшая бумажная этикетка. К сожалению, потом она затерялась, но мы знаем, что там было написано следующее. Эту маску сняли в 1703 году с лица брата-близнеца Людовика XIV. Это очень важно. Дело в том, что возможно, это та самая настоящая маска. Потрясающе. А вот эта дырочка здесь похожа, это замочная скважина? Да, замочная скважина. То есть это говорит о том, что она могла запираться, в какой-то момент. Наверняка маску запирали у него на лице. То есть, возможно, маску запирали на ключ. Да. Хотя мы не знаем, что это именно та маска. Однако все равно это поразительная вещь. Да, и очень редкая. Не часто удается найти подобные маски. Возможно, средневекового периода, но это, скорее всего, 17-го, 18-го века. Мы не знаем наверняка, что это та самая. Трудно сказать, кто носил эту маску. Может быть, брат короля или другой известный многим человек. И все-таки это потрясающая вещь. Как волнительно держать в руках настоящий кусочек французской истории. Вполне может быть, что это настоящая железная маска печально знаменитого узника. Но остается вопрос, кто он? И какое преступление совершил, раз заслужил такую участь? Маска в музее Лангра весьма интересна тем, что выглядит как настоящая железная маска. Но принадлежит ли она нашему знаменитому узнику? Я не уверен, поскольку эта часть маски не скрывала лицо, глаза, волосы и профиль. В общем, лично мне кажется, она слишком мала, чтобы полностью скрыть личность такого важного лица. У нас нет неопровержимых доказательств того, что это та самая маска. Подобные вещи часто продавали на французских барахолках. В общем, нет явных доказательств, что она та самая, что ее носил человек в железной маске. На мой взгляд, эта версия неправдоподобна из-за глазницы и отверстия для рта. Маска больше похожа на посмертную. Нет ничего сзади, а оригинальная маска, по всей видимости, была закована и закреплена на голове парня так, чтобы ее нельзя было снять. Спереди и сзади. А правде говоря, необычно, чтобы заключенный был в железной маске. Тюрьмы в те времена были жутким местом. Люди сходили с ума, старались сбежать, за проступки людей бросали в темницы. На них не было масок, иногда даже одежды. Так что человек в железной маске явно должен быть королевской крови. Это очень необычно, выделяется из общей массы случаев. Сказано, что человек в железной маске провел в одиночном заключении большую часть жизни. Ему было запрещено вступать в контакт с кем-либо кроме нескольких человек, включая его стражников мушкетеров. Было строго-настрого приказано казнить его, если он осмелится заговорить о чем-то еще, помимо его ежедневных нужд. Необычно также то, что все время у него был единственный тюремщик, французский тюремный начальник Бенин Даверн де Сен-Мар. В истории человека в железной маске есть одна любопытная деталь. Его тюремщиком был весьма амбициозный человек, озабоченный карьерным ростом. Ему поручили надзор над человеком в железной маске, и они провели вместе 34 года. Можете представить их отношения? И почти наверняка этот тюремщик понимал, что стережет важную персону, возможно, королевских кровей, или кого-то, кто знает нечто столь невероятное, что его даже убить нельзя. Его тюремщик Бенин Даверн, который получил титул Десенмара, как мне кажется, прекрасно сознавал, что это особенный узник. И он надзирал за этим человеком, вероятно, королевских кровей, до конца его жизни в четырех разных тюрьмах в течение 32 лет. Если честно, он прекрасно о нем заботился. Говорят, он называл его «мой принц». Сен-Мар был тюремщиком человека в железной маске с момента его первого заключения и в течение всей его жизни во всех тюрьмах, включая Бастилию. Он был чистолюбив, в обмен на его полную преданность и абсолютную секретность Сен-Мара продвигали по службе. Ему благоволил Людовик XIV, так что Сен-Мар оказался подходящим человеком для такого дела. Существует множество доказательств того, что тюремщик обращался с человеком в маске почтительно, даже с каким-то страхом. Так что это был человек с определенным статусом. Другие заключенные говорили, что тюремщик снимал шляпу, называл его «мой принц». Возможно, саркастический. Но все свидетельства в своей совокупности позволяют сделать вывод, что в этом обращении не было сарказма. Это был явно высокопоставленный человек. И Канн, остров Сен-Маргерит. В 1687 году человека в железной маске перевели на отдаленный остров в Каннском заливе на юге Франции в тюрьму под названием Форт-Рояль. Согласно записям, для него построили отдельную камеру, чтобы держать в полной изоляции. Она существует и поныне. Местный историк Кристоф Рустан де ля Тур, который согласился показать ее, встречает меня на пристани. А, Кристоф! Добрый день! Добрый день! Как дела? Хорошо, спасибо! Некогда это был настоящий форт. Да, этот форт охранял южную границу Франции того времени. То есть это не тюрьма? Нет. В лучшие времена тут стоял воинский гарнизон численностью в несколько сотен солдат. А тюрьму построили для человека в железной маске специально, да, специально для него. Рискну предположить, что он был важной персоной. Да, можно так предположить, ответа у нас нет, само собой, но ее построили специально к его прибытию. Такое ощущение, что за 300 лет ничего не изменилось. Да, она почти в первозданном виде. Почти таким увидел Форд человек в железной маске в то время. Здесь располагались мушкетеры? Да, тюремщик человека в маске Сен-Мар привез с собой мушкетеров. Сюда? Да. Итак, сначала он прибыл сюда. Он прибыл сюда 30 апреля 1687 года из итальянских Алип. Он находился там в ссылке. А часто заключенные носили железные маски? Сомневаюсь, что часто мы не знаем о других заключенных в железных или даже бархатных масках. Ясно. Мне кажется, что его вынудили носить маску с единственной целью скрыть его личность. Вероятно, это не было наказанием, а лишь способом спрятать лицо. Но почему было так важно сохранить его личность в тайне, как думаете? Это лишь предположение. Но кто был самой узнаваемой фигурой того времени? Явно не трубодур какой-то, а король. Поэтому многие теории о личности человека в железной маске связаны с королем. Естественно, в то время не было журналов, телевидения, чтобы люди могли узнавать кого-то. Верно. Самым узнаваемым человеком был король. Он на всех монетах, у каждого крестьянина его лицо лежало в кармане. Итак, был ли заключенный на этом острове братом-близнецом короля? Почему его держали в таких особых условиях? В камере на отдельном острове вдали от любопытных глаз лишь на виду у стражи. И почему, как говорят, его посетила жена брата Людовика 14-го Елизавета Шарлотта? Впоследствии она написала своей тете Софии, утверждая, что видела узника в камере и что рядом с ним стояли два мушкетера, готовые убить его, если он снимет маску. Она писала, что он набожен и что с ним хорошо обращаются, предоставляя все, что он попросит. Очевидно, вокруг этого человека, кем бы он ни был, была большая суета. Проблема с близнецами в том, что тот, кто родился первым, становится претендентом на трон. Но как узнать, кто из них? Возможно, один оказался проворнее другого. Кто именно, непонятно, но на одного надевают маску, чтобы он не мог ничего никому сказать и чтобы никто не мог с ним поговорить. И никто не должен увидеть, потому что если снять маску, тогда, боже упаси, это же он, это король, король. Вот почему бедному парню пришлось провести остаток жизни в тюрьме. Это тюрьма? Да. Более поздняя пристройка к двум камерам для человека в железной маске, однако она была создана во время его пребывания здесь. Вот они. Его держали здесь? Да, в первой камере слева. И здесь он провел сколько лет? 11. Ого! Ух ты! Вы поглядите! Однако она больше, чем я предполагал. Да, примерно 30 квадратных метров. Просторно, высокие потолки, все удобства того времени. Камин, уборная и большое окно. Прекрасный вид на Канны. В то время на другом берегу ничего не было. Может, какая-нибудь крепость, а так прекрасный вид на море. А это что? Уборная. Ах, да. Здесь он справлял свои дела. Верно. А удобно. А что еще тут было? Какая-нибудь мебель? Да, была мебель. Мы не знаем, какая именно, но была наверняка, судя по размеру камеры, уборной и камину. Хотя камера выходит на север, в то время здесь было удобнее, чем в казарме гарнизона. Верно. Возможно, они были недовольны этим. Наверное, и наверняка спорили о личности заключенного. Если камера была настолько роскошная, возможно, неподходящее слово, однако, это еще одна стежка в версию важности всей персоны. Конечно, и то, что построили камеру ради человека в железной маске, и то, какой ее построили, все это говорит о типе заключенного. призма приема 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 Должен сказать, что когда оказываешься в его камере, эта невероятная история оживает. В первую очередь поражает простор камеры. Мебель, прески на стене, вид на Каннский залив – все это явно предназначено для важной персоны. Но кого? Как по-вашему, кто был человек в железной маске? Хороший вопрос. На мой взгляд, лучший кандидат Эсташ Данже. Но нам неизвестно в точности, кем он был. Возможно, он владел какой-то государственной тайной или участвовал в каком-то деле, о котором он поклялся хранить молчание под страхом смерти. А люди могли узнать Эсташа Данже? Нет, конечно. Тогда зачем ему носить железную маску? Понятия не имею. Я говорю так, потому что предположительно он был в маске, чтобы скрыть свою личность. А самой известной и узнаваемой персоной того времени был сам король Людовик XIV. Да, эту версию впервые предложил Вольтер, написав, что он был как-то связан с королем. Так или иначе, в этом деле личность короля играла важную роль. И человека посадили в тюрьму, потому что он угрожал династии или самому монарху. Правда это или нет, науке об этом неизвестно. Мог ли человек в маске быть родственником Людовика? Возможно. Это не наверняка, и вряд ли мы это когда-нибудь узнаем, потому что в те времена люди очень тщательно хранили секреты. И вряд ли мы когда-нибудь узнаем его истинную личность, суть преступления или причины столь жестокого наказания. 34 года одиночки из-за то, что нам неизвестно. Пожалуй, можно сказать, судя по тому, как с ним обращались, о чем нам известно со страниц человека в железной маске, что он явно был членом французской королевской семьи. Удобная частная тюрьма, охрана из королевских гвардейцев, ну и сама маска. Надеть ее заставили только по одной причине, чтобы человека не опознали. Мне кажется, Александр Дюма прав. Все говорит за то, что это был брат-близнец Людовика 14-го. Это Канны там? Да, в полутора километрах. А сбежать отсюда он не мог, без вариантов. Его камера с краю? Да, последнее окно в главном здании. А он мог общаться с другими заключенными или, скорее всего, нет? Есть легенда, что он попытался передать весточку во внешний мир, выбросив в окно серебряное блюдо со своим нацарапанным именем. Судя по той легенде, блюдо подобрал рыбак, который вернулся в форт и попросил коменданта прочитать, что там написано. Ведь он не умел читать. Таким образом, блюдо вернулось обратно. А он спас свою жизнь. Да, спас себе жизнь, а также тайна сохранилась. Вообще-то, Людовик хорошо обошелся с братом. Не убил его, не возненавидел. Просто хотел, чтобы тот пребывал в изоляции, носил маску, чтобы никто не мог его опознать. Ведь если бы кто-то узнал, то мог бы сказать, «Эй, ты же брат короля, имеешь все права на трон». Вот почему нужно было скрывать его ото всех. Франция, Париж. 18 сентября 1698 года Сен-Мара снова перевели, теперь он стал комендантом Бастилии в Париже и снова забрал узника с собой. Сейчас уже ничего не осталось от печальной знаменитой тюрьмы Бастилии, которая веками стояла на этом месте. Но судя по свидетельствам очевидцев, заключенного продолжали держать в одиночке под усиленной охраной. И да, он носил железную маску. Говорят, что он умер 19 ноября 1703 года, после почти 40 лет заключения. Его скелет нашли в камере и череп был закрыт железной маской. Когда в начале Великой Французской революции народ захватил Бастилию, они обшарили все здание и в глубине самой мрачной темницы, открыв множество дверей, обнаружили небольшую камеру. В стене цепями был прикован скелет. И, как вы понимаете, он был в железной маске. По иронии судьбы Маска прославила этого заключенного. Ведь никто не хочет выделяться в тюрьме, кроме разве что сумасшедших. А этот парень выделялся. У него маска. Кроме того, есть много исторических свидетельств, что он сидел в тюрьме или плыл на судне в другую тюрьму. Вольтер упомянул, что его видели в Бастилии в железной маске. Все это привело к созданию легенды. Есть лишь намеки на то, кто он. Однако остались свидетельства, что люди, входя в его камеру, снимали шляпы, планились ему, да еще Сен-Мар называл его «мой принц». Все эти нюансы указывают на то, что он был королевской крови. Протой в трех часах на юго-восток от Парижа. Один вопрос не давал мне покоя. Каково это носить железную маску? Что чувствуешь? Это словно заключить свое лицо в тюрьму очень неудобно. Ничего не видишь и не слышишь, даже не поешь. Мой французский продюсер Эдуардо Флаерти решил мне помочь и нашел кузнеца Оливье Файо из деревушки в трех часах езды от Парижа. Он использует методы и инструменты 17 века. Этот парень самый знаменитый кузнец во всей области. Он создает прекрасные творения. И он согласился изготовить маску такую, какие делали в 17-18 веках. Ясно. Он потрясающий, очень хороший. Добрый день. Оливье. Оливье, привет. Это Джейми. Привет. Добрый день, Оливье. А вот та знаменитая маска. Только посмотрите. Ого. Что сейчас делаешь? Я сейчас подгоняю форму. Это такая же маска, какая могла быть в 17 веке? Да. Такой я представляю себе. Он говорит, что мастера изготавливали такие же в то время. Сейчас нагрею. Он еще раз нагревает ее. То есть это настоящая маска, которую мог носить заключенный, да? Такая же клетка. Клетка для заключенного. Он говорит, это клетка для лица. Оливье, откуда вы взяли дизайн маски? Где ты нашел дизайн маски? В голове. В голове. Так ты тоже заключенный. Ты реинкарнация. Осторожно. Осторожно, осторожно. Он несет в воду. Убегаем. Будет горячо. Остались последние штрихи. Он делает маску более круглой и прочной. Подожди. Сколько часов потребовалось? Примерно 30. 30 часов на изготовление. Каждую часть нужно изготовить, накалить. Каждую часть надо нагреть, подправить, затем соединить. Полагаю, он ничего подобного раньше не изготавливал. Ты делал раньше маски? Никогда. Нет, не делал. Осторожно. Хорошо, отошли. Готов надеть? Она горячая. Да. Можно взять? Она... Ого, какая тяжелая. Поразительно. Примерно такую носил наш заключенный. Узник носил такую маску? Да, полагаю, что да. Да, знаменитый узник Бастилии и Сен-Маргерит носил такую маску. Всякий раз, когда его выводили на публику, надевали эту маску, чтобы скрыть его лицо. Да, под ней не видно его лицо. Он носил ее многие годы. Оливье сказал, что на изготовление этой маски ему потребовалось 30 часов. Если честно, выглядит она устрашающе. Держишь ее в руках и представляешь всю позорную историю его жизни. Даже подумать жутко о том, что человек носил ее почти 4 десятилетия в камере тюрьмы. Настоящий ад на земле. Вряд ли подойдет. Голова большая. Вот так? Да. Если я смогу, вот так. Симпатяга. Ого. Вот это ужас. Не идет? Ладно, давайте. Там? Да. Теперь он ее не снимет. Снять невозможно. Невозможно. Говорите, что я не сниму теперь? Нет. Отлично. Если только голову отрезать. Ужасно неудобно. И такая тяжелая. Не представляю, как можно прожить в ней почти 40 лет в одиночке. Ужасно. я хочу снять ее. Можете снять? Серьезно. Утяни назад. Просто жуть. Тот, кто предложил подобное, был жестоким человеком. Это отвратительно. Носить такую штуку на голове неудобно и жутко трудно даже недолго. Она ограничивает ваш слух, ваше зрение. быть в маске, которая весит 3-4 килограмма. Кузнику сильно повезет, если он выживет после года в такой маске. Не то, что более 30 лет. Если правда то, что его заставляли носить такую маску все время, логично предположить, что этого человека могли сразу же опознать, или он был явно похож на другого человека, вероятнее всего короля. Так что возможно он действительно был братом-близнецом Людовика XIV, как и писал Дюма. Не решившись убить брата, тот прогнал его со двора и навеки посадил за решетку. Если это правда, то это самый трагичный рассказ о человеке королевской крови. Фактически его не только заперли, но и мучили. Ужасные муки из-за тяжелой маски на голове. И последние 32 года в одиночке, а когда входил тюремщик, он всегда снимал шляпу и кланялся. История человека в железной маске увлекает нас, потому что это рассказ о чудовищном заговоре. Она интригует, потому что остается тайной, кто этот человек из королевской семьи, а плюс еще разнообразные загадки и легенды вокруг этой истории. Мы все люди, и все мы любим великие тайны. Я считаю человека в железной маске настоящей исторической личностью, а не выдумкой. Вопрос кто он? Есть пара-тройка кандидатов, но я не уверен, что мы это когда-нибудь узнаем. Все указывает на то, что за этим скрывается монархия, которая руками Ришелье контролировала жизнь этого человека до его последнего вздоха. Без сомнений, он самый знаменитый заключенный всех времен. Но можно ли сказать, кем он был? Лично я считаю, судя по характеру его заключения, полной изоляции, высокому уровню безопасности и, разумеется, железной маске, что крайне важно было сохранить в тайне его личность. И теория, что это брат-близнец Людовика, кажется мне правдоподобной. Старший брат, законный наследник, самым жестоким образом вычищен из истории. До следующих встреч. Программа к показу подготовлена компанией «Издиомедия» в 2016 году. Перевод Геннадия Максимова. Текст читал Роман Антонович. «Издиомедийное» Субтитры сделал DimaTorzok